Историки выделяют три рождения Волгодонска. Первое связано со строительством цемлянского гидроузла. Второе дыхание дал городу химзавод. Третий и, пожалуй, самый большой импульс развитию Волгодонска придал завод Атоммаш. Именно это уникальное предприятие по выпуску полного комплекта оборудования для атомных станций, не имеющие по сей день аналогов в мире, привело на берега Дона тысячи людей со всех уголков страны. Всеобщая комсомольская стройка стала новой точкой отсчета для целого поколения волгодонцев. Вместе с цехами Атоммаша рос город. Но в 90-е завод оказался на грани разорения. А занятые на нем тысячи профессиональных кадров стали никому не нужны. В те годы город медленно, но верно умирал. Гигант атомного машиностроения Атоммаш не выдержал напора революционных 90-х. Политическая нестабильность убила градообразующее предприятие Волгодонска. О связи политики, экономики и жизни небольшого города в материале Артема Бегоцкого. Середина 90-х. В стране время политического и экономического хаоса. Новая Россия переходит с плановой экономики на коммерческие рельсы. В Волгодонске остановился Атоммаш, крупнейший в стране завод атомного машиностроения, ориентированный на изготовление полного цикла оборудования для атомных станций. Вслед за Атоммашем стал и весь промышленный комплекс. Началась безработица. Волгодонск покатился в долговую яму. Город-атомщик, город-строитель получил новый статус – город-банкрот. Новым собственникам Атоммаша оказались неинтересны масштабные проекты, для которых и задумывался завод-гигант. А государству в эти смутные годы хватало и других проблем. То, что новые собственники сделали, казалось бы, было самым простым шагом. Если есть сложное производство, если есть длинноцикловое сложное производство, если это производство связано с необходимостью перед государственными органами надзора дополнительные затраты нести. Это показалось новым собственникам неинтересным. Но город поднялся с колен. Возобновление строительства и пуск Ростовской АЭС вдохнули в Волгодонск новую жизнь. Из дотационного он стал городом-донором – крупнейшей инвестиционной площадкой Ростовской области. По всем показателям город демонстрирует устойчивый рост. Волгодонск устроил и урок истории Атомаша. Для предприятий, ориентированных на выполнение государственного заказа, поддержка со стороны государства – вопрос жизни. И сейчас, когда город развивается во многом благодаря Ростовской АЭС, его будущее также напрямую связано с устойчивой и стабильной государственной политикой, ориентированной на развитие атомной отрасли. Вопустив первый блок, мы сформировали налогоблагаемую базу, которая обеспечила поступление в бюджет Ростовской области около миллиарда. Второй блок – это уже более двух миллиардов рублей. Практически ввод новых энергомощностей одного блока будет приносить налоги в размере одного миллиарда. Я думаю, это гарант того, что будут сформированы социально направленные бюджеты по защите интересов как внутри города, так и в целом Ростовской области. На действующей и строящейся Ростовской атомной станции трудится около 7 тысяч человек. Это значит, что 7 тысяч семей связывают свою уверенность в стабильном и благополучном будущем с атомной станцией. Благодаря тому, что атомные деньги остаются и работают в городе, развивается его инфраструктура, создаются новые рабочие места вне пределов АЭС. Экономика города тесно переплетена с экономикой атомной станции. Это нормальное соседство. Соседство, которое приносит хороший вклад в копилку нашу городскую, в бюджет, в виде налогов, налоговых поступлений. Город развивается, что он становится с каждым годом лучше, краше. Отремонтированные улицы, освещенные улицы все больше и больше. Это уже тоже хорошо. Пуск 4-го энергоблока Ростовской АЭС запланирован на 2017 год. Сами же блоки рассчитаны на 50-летнюю эксплуатацию, а значит, что город будет обеспечен налогами, рабочими местами и заказами атомной тематики для промышленного сектора экономики на десятилетия вперед. Артем Бегоцкий, Сергей Овчаренко, Иван Иванков. Новости ВТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова